Всем привет! Вот и пролетели очередные семь дней. Самое время подвести итоги этой насыщенной, но культурной событий недели. Начнем. Мы потеряли одного из самых гениальных поэтов современности Евгения Евтушенко. Евгений Александрович умер в США на 85-м году жизни. Как скажет его друг Михаил Маргулиц, Евтушенко отошел в вечность. На Алтае Евтушенко бывал два раза. Первый в 50-е годы прошлого века, второй раз в сентябре 94-го. Во время последнего визита провел творческую встречу в стенах политехнического вуза. Есть в одном из произведений Евгения Александровича и упоминание о Барнауле называется «Пассажир Никоноров». Слово литератору Михаилу Гундарину. В Пермском аэропорте настроение всем портя. Хмуро вторгнувшись в гул. Кто-то из контролеров, нудный, высказав норов, микрофон затянул. Пассажир Никоноров. Пассажир Никоноров. Пассажир Никоноров, вылетающий на Барнаул. Рейсом из Москвы в Барнаул на этой неделе прилетал солист суперпопулярная группа 90-х. Вместе с Сергеем Жуковым Алтай дружно поднял руки вверх. Сережка, как его по-прежнему ласково называют поклонницей, подарил зрителям вечер ностальгии по тому самому лихому времени. За почти два часа кумир сразу нескольких поколений исполнил самые убойные хиты. И все как в старые добрые времена. Толпы рыдающих отчасти фанаток, оранжерея цветов и уезжающий вдаль через черный вход кумир детства и юности. Доворит спорта я едва не треснул от 5000 пришедших, а вот инстаграм точно лопнул по швам от обилия постов. В это же время Сергей Жуков, как и подобает любимцу, методично продолжал уничтожать женские сердца. Надо сказать, это у него получается не лучше всех. Вот так группа «Руки вверх» громко отметила юбилей в Барнауле в этом году коллективу 20 лет. Отмечает юбилей истории еще Алтайская краевая детская юношеская газета «Сами». Тут уже цифры побольше будут. 25 лет. Коллеги, примите наши поздравления. На достигнутом останавливаться сами в цене собираются. Планов хватит еще лет так на 25. Ими поделилась главный редактор газеты Наталья Юмашева. И как это принято спрашивать у творческих людей ваши творческие планы хотя бы на ближайшие лет 10? Мы начали работать с ребятами из детских домов. Это нелегкий, но очень благодарный труд. Эти ребята, когда мы с ними начали близко общаться, ну скажем так, очень неуверены в себе. И для любого подростка его социализация, его вхождение в этот мир проблемный вопрос. А для ребенка, который вот просто выдернут из почвы, из окружающей действительности, это вот десятикратно более трудный момент. Что ж, все когда-то бывает впервые. Вот и актеры музыкального театра из северной столицы нашей страны тоже приехали на Алтай. Впервые. Приехали к нам себя показать. Завтра петербуржцы представят оперетту Флоримона Эвре Мадмазель Нитуш. Сюжетных линий в постановке несколько. Так Леонид Репин играет помощника режиссера театра. Герой застенчив и немного суетлив. В третьем акте Репин уже вживается в роль унтер-офицера. Абсолютная противоположность герою с первого акта. Светлана Мартиянова играет женщину с железным характером. Режиссеры решили взять за основу музыку автора оперетта и композитора Флоримона Эвре. Вот такие гости к нам заехали нет ни на час. Завтра смотрите постановку в Барнауле, затем в Бийске и Белокурихе. Сейчас весь мир хочет жить на Алтае. Не только я. Я очень много экстранировал в Америке. Жил в Калифорнии. Вот мои знакомые из Калифорнии собираются переезжать к вам на Алтай. Для меня это, понимаете, если вы были в Калифорнии, то вы знаете, что, скажем, приезжая туда, сначала сразу ощущаешь себя в раю. Надеемся, эта постановка произведет фурор, так как это сделал спектакль музыкальной комедии в Турции. Три вечера подряд актеры играли повесть, которой нет прекрасней на свете в городке Адан. Уверяет, все три вечера полные аншлаги. Это был театральный фестиваль. На берегу Турецком собрались представители девяти стран. От России был Барнаул и Иркутск. Наши земляки с собой в дорогу не стали брать декорации. Сторона принимающая обеспечила всем необходимым роль. Ромео сыграл режиссер театра Константин Яковлев. Роль Джульетты Ирина Ишкова. Язык оперета адаптировали под местные реалии и добавили субтитры. Гастроли в Турции стали первыми международными для мускомедии. Обещают повторить на бис. В мае возьмут курс на Анталью. Говоря молодежным языком, красавцы. Арина Тройнина сегодня в рубрике «Свободный микрофон» готова представить произведение без преувеличения великого под названием «Красавец». Все вне гармония, все дива, все выше мира и страсти. Она покоится стыдливо в красе торжественности своей. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сиянии исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание. Какой б сердце не питал, ты сокровенное мечтание. Но встретись с ней, смущенный ты, вдруг становишься невольно, благоговея, богомольно, перед цветыней красоты. Следом еще одна рубрика, называется «Наши там». Это я уже про группу «Альта Виста». Долгое время ребята трудились в родном Барнауле, теперь работают в Санкт-Петербурге, работают плодотворно. Недавно вышла свежая пластинка «Невероятные приключения Ямбо и Хоррея». Альбом как раз собираются отыграть в родных пенатах завтра. Вместе с оператором посетим концерт, снимем, а потом обязательно вам расскажем. Напоминаю, телефон редакции прежней, 722 440. Звоните. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю. Будем оккультуриваться вместе.